Добрый вечер! В эфире программа «Попутчик». Сегодня мы поговорим о кругосветных путешествиях. У нас в эфире в гостях знаменитые путешественники, братья-синельники. Они выбрали буквально минутку из своего плотного графика, оказались в Москве. И вот они у нас в гостях. Сегодня расскажут о своем новом проекте. Здравствуйте! – Здравствуйте! – Ребят, вы у нас уже были в гостях и рассказывали о мото-кругосветке на Уралах, на наших отечественных мотоциклах. И вот последний год у вас проходит новый, еще более мощный, такой дерзкий проект «Пустыня мира». Расскажите о нем поподробнее, как родилась эта идея и как она возникла? – Не знаю, насколько мощнее кругосветки. Потому что кругосветка на Уралах – это было масштабнее проект. А это, наверное, больше дерзкий или сумасбродный, потому что мы выбрали мотоциклы из планеты. – А то есть именно самосбродность в выборе техники, а не масштабах? – Да, потому что, к тому же, это из планеты. Садиться на нашу технику уже само по себе экстремально. Просто даже сесть уже и поехать, отправиться в пустыню уже экстремально. А там уже, не говоря уже о трудностях на маршруте, которых очень много в пустыне, там уже приходится преодолевать пески. А наши мотоциклы ходят плохо по песку, приходится часто тащить их. – Но вы это еще поняли во время путешествий на Уралах, потому что вам тоже приходилось полежать какие-то песчаные участки в Африке, Александр. Или вот сейчас, только когда столкнулись с сижами? – Ну, конечно. Мы первый раз пересекли Сахарова на Уралах, с севера на юг. И коснулись, ну, не то чтобы коснулись даже, а преодолели три пустыни, австралийские пустыни. Поэтому хлебнули песка достаточно. – Ну, то есть, судя по всему, вам понравилось, раз вы решили еще раз, и в большем объеме. – Да, мы оказались в преддверии этого такого, ну, на пороге были нового для себя такого явления у нас, освоения пустыни на мотоцикле. – А почему пустыни? Потому что пустыни, прежде всего, потому что она нравится нам, чем-то она нас задела. Пустыни все разные в мире, они не похожи. Даже каждая пустыня даже не похожа. Каждый день какая-то другая комната попадаешь в другую комнату. – Ну, для обычного человека это просто песок. Ему показать пустыню Австралии, там, Сахару, это песок, и все, большая песочница. – На самом деле, у него большая разница. – В отличие есть. – Любовь в пустыне – это первая причина, что нас туда зовет, что нас гонит в пустыню, и мы постоянно отправляемся в пустыню. Из-за того, что любим пустыню, мы ее полюбили, несмотря на трудные условия, в которых находимся, жара, жажда – это отрицательные такие моменты. – Экстремальный фактор для человека, да. – Пески, безлюдные места, бывают очень протяженные маршруты без людей, более 500 километров. – 500 туда, 500 туда. – 500 туда, бывает остановишься, мотоциклы сломались, вода заканчивается, 500 километров в одну сторону, 500 туда, нет людей, ни воды, ни колодцев. И приходится, нужно поэтому иметь запасы, мы все это учитываем. У нас максимальный пробег автономный на мотоциклах. – То есть, без дозаправок, без воды, без… – Да, без дозаправок около 500 километров, не более. Потому что, во-первых, мотоциклы слабые, мотоциклы слабые. И у нас их три, на тот случай, если даже один ломается, мы можем на двух как-то выходить из трудной ситуации, из песков. Обычно, если кто-то в одиночке едет на мотоцикле, через пески, через пустыни, они стараются выбирать так, строить маршрут, чтобы не более 200 километров удаляться от людей, от цивилизации. Почему? Потому что, если мотоцикл ломается, его нельзя восстановить, то человек идет пешком, надеясь на свои силы, на запасы, может пройти за пять дней, выйти из песков. У нас же, если мы удаляемся уже 500 туда, 500 туда, то все, остается надеяться только на тех, которые нас вытащат в воду. – И в данном случае это наши российские ежи? – Да, это наши российские ежи, которые, конечно, оставляют желать лучшего, по качеству оставляют желать лучшего, но толкать их очень много приходится, они слабо идут. Пускал, как я уже говорил. – Ну, почему вы их выбрали? Сразу напрашивается вопрос. Вот у нас был прецедент, в гостях был Владимир Минин, который объехал свет на мощном подготовленном мотоцикле BMW, дорогой мотоцикл, без всяких нареканий. То есть, действительно, правда, по дорогам общего пользования были, конечно, куски плохой дороги, но человек совершил путешествие. – Для BMW это не проблема вообще. Для мотоциклиста, который едет на BMW, дорога любая плохая, для эндуро покажется прекрасной, не ощущаются там кочки, песок, для этого они и созданы, эти мотоциклы. На нашем же ехать – это ежечасная нервотрепка. В день 150 км – это 200 км на еже. Все больше он не едет. Он не проходит больше, потому что полдня ремонт, полдня ехать приходится. И то, как едет, ползет. В асфальт он едва едет, потому что у нас запасы большие. Приходится брать 160 литров бензина с собой. Если мы уходим в пустыню, уезжаем, тогда приходится брать с собой около 160 литров на три мотоцикла бензина. – Ну и воды еще больше, наверное. – Воды и меньше. Воды берем меньше, потому что мы надеемся, что такие участки проскакивают за трое суток. Я еще раз напомню, что мы находимся в прямом эфире, и теперь вы можете связаться с нами с помощью интерактива. Еще раз напомню, что телефон прямого эфира – 617-95-55, плюс код до Москвы. А также вы можете отправить свой вопрос в виде смс. Внимание, услуга платная. Для того, чтобы отправить свой вопрос в виде смс, нужно прислать сообщение АП, пробел и свой текст на номер для России 5577, для Украины 4647 и для Казахстана 7099. Мы тут же получим ваше сообщение и озвучим его в эфире. Сразу напрашивается вопрос, когда задумалась экспедиция, было ли заранее ясно, что это будут именно ИЖИ, наши мотоциклы? Или же вы все-таки выбирали сначала маршрут, проект, потом уже технику под него? Вот какая последовательность? Все-таки важно. Нет, сначала ясно одно, чтобы мотоциклы ИЖИ должны были быть. Это даже наш проект называется «Семь пустынь мира на мотоциклах ИЖ». На ИЖАХ. Все понятно. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Вот вопросик можно задать. В принципе, есть клубы там или что-то присоединить? Именно клубы кругоследчиков или любители мотоциклов ИЖИ, вы поясните, пожалуйста. Ну да, именно мне. Вот чтобы с ребятами как бы кататься, вот как они катаются. Понятно. Спасибо за вопрос. Ребят, насколько я знаю, вы вообще-то давние члены клуба «Ночные волки». Но вот тем не менее, как с вами можно пообщаться в неформальной обстановке, встретиться? Возможно, вас вообще где-то застать в России? Если человек хочет с вами пообщаться, можно записать телефон 755-1038. То есть все так просто? Нет, это не все просто. Как раз не так все просто. Это только со стороны, кажется, прокататься. На самом деле нужно решать тысячи различных организационных вопросов. И у нас в команде сейчас 4 человека. То есть каждый человек, который к вам присоединился после кругосветки, вы еще набрали дополнительных людей? Нет, у нас 4 человека всего в команде. Это механик, это видеооператор. Сейчас мы должен видеооператор берем на себя, делим как-то на четверых. У нас 2 водителя, 2 основных водителя. Механик и видеооператор, фотограф. Он же повар. Они, ребята, кто приходят к нам, они вкладывают свои какие-то средства. Если у него нет своих средств, он пытается найти мецената, спонсора, каким-то образом быть полезным. То есть у вас все так с клатчем происходит? С клатчем приходится. У нас есть общее дело. Мы все стараемся общими силами это решить с командой. И каждый что-то должен просто так прокатиться. Мы продумываем такой вариант, чтобы можно было прокатить туриста. Но для этого потребуется, если проскочить 3 пустыни, как сейчас транскантинитальный африканский пробег совершить, то это тоже приличные деньги. Потому что когда говоришь человеку, что где-то требуется на это, чтобы поучаствовать с нами, около 7 тысяч долларов, конечно, многих это настораживает. Я думаю, был вопрос не об этом. Скорее, просто пообщаться, получить какой-то опыт. Потому что у нас же есть много туристов, которые ездят по России. Ваш же опыт абсолютно бесценный. Это можно использовать в поездках по стране, бюджетных. Люди могут собраться, поехать. Не все упирается в деньги, конечно, Паша. Не все упирается в деньги, главное, чтобы человек был полезен в походе, чтобы он что-то привнес. А что можно конструктивный разговор вести, можно обсуждать. Возможно, у нас будут какие-то проекты по России, тренировки, где люди могут посмотреть, набраться опыта. Что-то такое бывает. Можно обсуждать. К тому же есть какие-то варианты. Нам иногда звонят иностранцы с просьбой помочь, как-то организовать мотопробег по России. И всегда можно как-то поучаствовать. Конечно, у вас бесценный опыт. Скажите, как тренируетесь? У вас пески по плану, пустыни самые разнообразные. У нас в средней полосе России сейчас зима. Как подготовить мотоцикл, себя, команду к такому пробегу? Где подготовить? Что касается мотоциклов, они у нас уже сейчас находятся в Судане, в Харпине, в столице Судана. Мы после того, как проехали Сирийскую, Ливийскую и Нубийскую пустыню, мы оставили их в рамках Сахары с севера на юг. И мы оставили их в российском посольстве. Благодаря нашему послу Чистякову, очень хорошему человеку, и Ажанцу Евгению Вадимовичу, консулу, который нам тоже всячески помогает. Мотоциклы наши почти год стоят на территории российского посольства и ждут. Мы сейчас просто туда прилетим, в январе, если Бог даст, мы прилетим туда, мотоциклы подготовлены и начнем двигаться дальше. Мотоциклы живы или что-то придется с ними делать? Мотоциклы в плохом состоянии, требуют к себе большого внимания. Придется и цилиндр, и пошли менять в одном, где-то шестерянки, все в коробке передач придется в другом поменять. Требуют они к себе, конечно, очень большого внимания. Дальше ехать готово, это самое главное. Да, ну и опять же, приходится с собой брать много запчастей, все учесть, потому что и неизвестно, что может выявиться проблема. Кажется, вроде бы все предусматриваем. Сейчас у нас новый механик Алексей Савинов, он не участвует, не знаю, по разным причинам, семейным обстоятельствам. Не всякая супруга может терпеть. Отпустить, конечно, на полгода куда-то. Не на полгода, но даже два месяца, для человека неопытного оказаться в таком продолжительном походе, это непросто. Потому что Алексей Савинов, наш механик, он до этого не бывал в таких длительных экспедициях, походах. И я заметил, когда уже мы подъезжали к столице, он чувствовал с усталостью. Дай-ка, я думаю, спрошу, опрос команды провел, у нас было пять человек, я спросил, ребята, ну что, дальше едем, у нас впереди Сахара, с востока на запад, это 6 тысяч километров, и бездорожье, и страны, и с воинами. Большинство, конечно, не хотели ехать в Стали. То есть, мы прервали, так сказать, вынужденно отчасти экспедицию, потому что... Она где-то в планах была, потому что учитывали, что парни многие могут устать. Дело в том, что еще ситуация в Дарфуре непонятная. Вы, наверное, знаете... Если честно, я нет. Западный Судан, он сейчас охвачен войной, и проблема эта уже не решается. Вроде бы год прошел, а она не решается. Но мы как-то будем пробиваться, попробуем пробиться через зону боевых действий. Скажите, а вот когда шли в кругосветке, были такие ситуации, когда надо ехать через страну, в которой неспокойно? Были такие, в Колумбии. В Колумбии? Да. Ну, там, по-моему, всегда ловят баронов, одних таркоманов. Ну, там хорошо, главная дорога оцеплена солдатами, и по главной магистрали можно ехать, не особо переживать, что подстрелят. А если отклоняться куда-то там в джунгли, то уже ситуация может выйти нехорошая. То есть, вам уже не впервой. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Дмитрий Громов. Я с Новгородской области звоню. Очень приятно. Я вот хотел спросить, вообще, ИЖ-планета, вот, как она, ну, на выносливость вот в таких мероприятиях? Дмитрий, скажите, вы сами обладатель ИЖА или просто интересуетесь? Да. Обладатель, да. У вас тоже планета, у вас не Юпитер, именно планета? Да, да, да. Сами далеко куда-то выбирались на ней? Ну, в лес, да, часто выезжал. Понятно. Спасибо, вопрос понятен. Ребят, ну, вот, вопрос выносливости у человека, да? Ну, если сравнить, наверное, с Восходом, с Зидом, там, или с Минском, то ИЖ, конечно, покрепче. Но сейчас прогресс не стоит же на месте. Мы уже давно, технологии ушли вперед. Ну, если ты брать импортную технику, а если сравнить с тем же Уралом, допустим? Урал, Урал значительно мощнее, значительно надежнее, надежнее, это уже однозначно, есть чем сравнить. И ЖИ, всякие хрупкие мотоциклы, приходится, постоянные мотивы. Те старые модели, они гораздо крепче, чем те последние, потому что игрушечные запчасти, они сыпятся. У меня на моем мотоцикле коробка скоростей три раза летела, я ехал на, умудрялся ехать на двух скоростях, поэтому это проблематично. Но дело не в том. Дело в том, что сейчас в основном запчасти поставляются на заводы, и в магазинах сырые, плохие. Неизвестно, где их делают. Раньше ГОС соблюдался, сохранялся, поэтому и качество было лучше. То есть, проблем комплектующих. Конечно, вот даже мы сейчас сталкиваемся с такой проблемой. Нам необходимо закупать запчасти или где-то находить их, чтобы отвезти туда для восстановления, для ремонта мотоциклов и на маршрут запчасти иметь в запасе. Но запчастей хороших нет. По всей Москве механик, сейчас у нас новый механик, он ходит, ищет, подходит ко всему серьезно, не может найти нормальных деталей. Но он уже нашел след, где можно найти нормальные, хорошие детали. С хорошим соблюдением ГОСТов в основном нет проблем. Я думаю, может быть, кто-то увидит сегодняшний эфир, и ребята из мотоклубов просто подключатся. У нас, слава богу, на ежах еще полстраны ездят, и поэтому помогут. Конечно, только старые могут детали помочь. Поэтому мы сейчас ищем старые детали. Ну что ж, а я предлагаю посмотреть видеофрагмент из вашей последней экспедиции, чтобы люди хотя бы могли понять, наши телезрители, о чем идет речь, с какими трудностями вы сталкиваетесь. Давайте посмотрим. Расскажите, что мы сейчас видим? Это явно какая-то пустыня, но обитаемая. Африканская, африканская. Это уже ближе к Сахели, это уже граница между Сахарой и Сахелию. Дальше будет уже Саванна, пойдет после Сахели идет Саванна. Это вот нормальная скорость передвижения? Да, третья передача, скорее всего, третья. Где-то здесь каменистый камень с песком, грунт хороший, по нему можно ехать. Но мы не торопимся никогда, потому что на ежах торопиться нельзя. В среднем скорость 40 км в час. То есть это такая крейсерская скорость во время экспедиции? Да, крейсерская для ежей это крейсерская скорость. Ну 60 это редкий случай. Стараемся. Если песок вязкий, то тогда приходится, сам по себе песок тормозит. И бывает так, что только с помощью первой скорости выходим из песков. А если не выходим, то тогда вчетвером общими силами, пятером выталкиваем из песков. То есть вот, собственно, так выглядит ишек, подготовленный для пустыни. Я смотрю, у вас какие-то агрессивные покрышки или это что-то стандартное? Обычные покрышки с высоким протектором кроссовым. Это колючка обычная. Это на Нубийской пустыне. Поезд идет, раз в неделю ходит поезд через Нубийскую пустыню. То есть редкий кадр, да? Редкий кадр, да. Мы его поймали раз в неделю. Вот тут бывают такие участки очень такого вязкого песка. Если он продолжается очень долго, то тогда очень сложно выходить с этих песков. И даже не помогает спускенной покрышки. Но чаще всего все-таки уже приспособились. Нужно спускать покрышки до 0,5 и давление сделать, и можно ехать. Ну, это, судя по всему, лагерь, то есть какая-то тушеночка. У нас все с собой. У нас все с собой, да, автономка полная. Поэтому и примус, и вода, и палатка. А как насчет местной кухни? Не рискуете? Можно, почему? Ну, нежелательно. Все-таки, да, нежелательно. Воду приходится процеживать тоже. Вот скорость достаточно приличная здесь. Около 50-60 км час, наверное, загнать. А это селение. А как местные жители реагируют на экспедицию? Особенно с флагами, три мотоцикла, люди какие-то, все в коже. Песок, ветерок здесь поднялся. Ну, вот поршень, прогорел. Вот уже прогорел поршень. А условия? Ну, к тому же еще условия сложные. Нагрузки большие мотоциклы терпят. А сколько прошел вот этот ишь до вот такого капремонта? Ну, около 3 тысяч километров. По пустыне? Да. Это еще не капремонт. Я так понимаю, замена поршня, да? Это еще и мы не считаем это капремонт. Там коленвал у нас с собой в запасе есть, если стоим можно. У нас за полдня можно и двигатель, у нас механик хороший был. Можно за полдня и двигатель скидать весь в условиях песка, песков. Ребята, а сколько вообще времени приходилось провести вот под мотоциклом, вот в этих условиях? То есть никого, ни души. Ну, вот сколько так вот едете? Времени? Да, примерно. Где-то. Если именно в этом проекте, семь пустынь на ежах. Допустим, да, вот у вас ишь сломался, и вот за эти пустыни, которые вы прошли, сколько раз приходилось вот останавливать экспедицию? Мы в сирийской пустыне полтора суток просидели, но рядом было селение, и оказалось воинской части. Мы нарисовались там, ночью нас окружили автоматчики, осветили фарами. Я сначала так думаю, мысли, что, наверное, грабители будут сейчас грабить и расстреливать нас на месте. Оказалось так, что это были как наши ФСБшки по безопасности, и они нас обыскали, и отвезли на допрос в воинскую часть. Пять часов допрашивали. Но отношение было в целом лояльное, благодаря генералу военному, который учился в Пензии. А, все понятно. Да, генерал, там было два генерала, один там по безопасности, милиционер, он был очень злой. А вот это что за момент такой? То есть, вот Иш, когда садится, уже даже вчетвером его очень тяжело столкнуть. Очень вязкий песок здесь, дорога, так называемая дорога, но она очень, видите, какая дорога, что по ней трудно ехать. Вот эти вот дороги, они еще хуже, чем бездорожье. Чем бездорожье. Поэтому лучше ехать без всякой колеи. А какая техника там вообще ходит в обычное время? Что за грузовики? Грузовики проходят, да? Да. Я так понимаю, это момент ремонта. А это уже, мы едем из Суицкого канала по асфальту. Ну, то по асфальту даже не проедешься хорошо, ремонтировать приходится постоянно. То тормоза отказали, то еще что-нибудь. Это приключение. С нашей техникой это приключение. Мы просто хотим наш мотоцикл сделать легенды, но это с трудом получается. Ну, у вас получается, надо сказать, получается. Я думаю, что сейчас нас смотрят многие люди, у которых где-то в гараже полиция лежак, и я думаю, для них это большая гордость. Обидно, конечно, за наших производителей, очень обидно, потому что нет у нас такого... А это мы грузим, чтобы отправиться из Египта в Судан, один только путь паромом на корабле, через Несетское водохранилище. Больше пути нет, вся сухопутная граница закрыта, дороги закрыты, там нет проезда. И только вот один раз в неделю ходит корабль. Ну, это уже следующая пустыня, как я понимаю, да? Это Нубийская пустыня. Ну, смотрите, едешь же, местами едет очень неплохо. То есть, в целом, мотоцикл, вот вы сидите здесь, вы не остались в пустыне, уже столько пустынь пройдено. То есть, теоретически, автономное движение, даже вот на наших изжах, возможно. Терпение, терпение только нужно. Большое-большое терпение. Вот нам приходят уже некоторые вопросы. Так, вот, например, вопрос, к сожалению, не подписываются телезрители. Обязательно пишите, от кого вопрос. Вопрос. Саратовская область. Вы слыхали про ИШ-49. У меня стоит в гараже, аж с 56-го года. Как он в песках? Ну, я не знаю, вы специалисты в истории марки ИШ, нет? Нет, ну, они... Мы на ИШ-49 не ездили. Я понимаю. Ну, вот вы говорили о том, что старые мотоциклы лучше, надежнее. Конечно, надежнее. Хорошие. Так, вопрос от Валерия из Смоленска. Как с визами и таможнями? Действительно, вот я знаю, большая проблема въехать на своем транспорте в Египет, потому что там 100% растаможка автотранспорта, да? Как вот вы оформлялись в Египет? В Египет это была целая проблема. Расскажите. Во-первых, у нас не было карнета-пассаж, такой документ, с которым можно проезжать в страны. В чем сложность? Чтобы получить карнета-пассаж, необходимо оставить... Просто, проще, если человек, который собирается отправиться в дальние страны какие-то по заграницам, то ему надо обзавестись карнета-пассаж. Такой документ, виза на мотоцикл. Другими словами, есть виза для человека в паспорте, а есть специальный паспорт для мотоцикла. Где она работает? Только в конкретной стране? Она работает в некоторых странах. Не во всех странах требует карнета-пассаж. Но для этого из списка, я не буду сейчас озвучивать, потому что мы утомим зрителей, если обручить, можно для этого справиться, позвонить. У нас, кстати, стали в России выдавать карнета-пассаж, какая-то контора у нас выдает. Я еще не уточнял, кто, но есть. Суть в чем? Нужно оставить залог на мотоцикл около 5000 евро в России, чтобы дали карнета-пассаж. Либо какие-то поручиться кто-то должен, 5000 евро должен. В случае, если мотоцикл не возвращается, то этот залог остается. Это именно к мотоциклам, а то есть или к автомобилям, к любому транспорту? На автомобиле, к любому транспорту только сумма залога может быть разной совершенно. 5000 евро оставить за ИШ, на эту сумму можно купить несколько десятков таких мотоциклов. Конечно, а мы же не уверены, что мотоцикл вообще вернется на родину. Может быть, он останется в песках Сахара или в песках Палахаре. А мы на верблюдах поедем. Да, нельзя же надеяться. Это на МВС ехать или на КТМ отправляться в Кроссио, то там, конечно, можно быть, увидим, что он назад вернется. Понятно. Ну что же, а у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, вы в эфире. Здравствуйте, Владимир из Санкт-Петербурга. Очень приятно. Я вот хотел вопрос задать. Не обладаете ли вы информацией? Вот много лет назад, наверное, помнят, кто ездил на мотоциклах. Иш-Планета Спорт, он же по лицензии выпускался, по-моему, японский этот мотоцикл. Вот. И выпускается ли сейчас что-либо? Еще хотел добавить. Он же снят с производства, вот этот Иш-Планета Спорт. Замечательный мотоцикл, про него мало говорят. Но для своего времени он такой был достаточно серьезный. И еще вот по поводу Иш-57, по-моему, да? Этот мотоцикл, я насколько сталкивался с ним. Коробка там один в один подходит. Ну, вижу Иш-Петербург-5, и Планета-5, у меня был Иш-Петербург-5. Вот. А проходимость у него еще больше. И он, почему надежнее? У него ход, вернее, шатун, он выше, и оборотов меньше. То есть он идет по любой, ну, по любому бездорожью замечательно. Лучше даже из Планеты-5. А по поводу Юпитера-5, он ничем не хуже планеты. То есть вот он был, работал вообще исключительно. И еще, чтобы поршня не горели, я оставил снизу в коробку, то есть температуру масла, ближе к коленвалу, отверстие, и туда датчик. Датчик этот ТМ-100 от двигателя Т-40, там воздушно-охлаждение. И чтобы узнать температуру двигателя, вот этот датчик я использовал. Вот. И, то есть у меня не прогорал. Большое спасибо за ЦУ. У вас большой опыт по бездорожью, то есть много в свое время пришлось поездить? Да, да, да. А что еще посоветуете, ребята? Потому что сейчас как раз им восстанавливают мотоциклы. Вот, я думаю, про датчик очень ценная информация. Датчики, и там надо еще, сейчас, секундочку. Датчик это обязательно, ну, можно поставить, вот я оставил ампермет, это несложно. Простой автомобильный прибор от нашего автомобиля, там, не знаю, вот простой от ГАЗ-53, допустим, был обыкновенный прибор. И он, лампочка эта, она может не показывать, когда зарядки нет. А когда стоит прибор, он четко уже видно и показывает. Потом у меня была сделана обыкновенная трубка тракторная сверху, отверстие снизу бака. И она по внешней стороне прозрачная, и она показывает уровень топлива. Тоже удобно. Действительно, замечательное новшество. Спасибо вам большое за звонок, Владимир. Ну что ж, ребят, вот смотрите, звонят энтузиасты. Во-первых, вам рекомендуют сменить мотоцикл, планета спорта. Что касается спорта, мотоцикла спорта, мотоцикл, конечно, безусловно, хороший мотоцикл, но его не производят. Если бы его производили, мы бы поехали на спорте. Безусловно. Просто не было вариантов, да? Да, если бы был, мы бы однозначно поехали на спорте, но таких мотоциклов нет. Аппараты, конечно, действительно, человек прав, хорошие, надежные были. Ну, во всяком случае, нареканий не было. Многие ребята в полюбе. Ну, касается вот датчика. Датчик, мы эту проблему обсуждали с механиком. Он все-таки эту идею откинул. Почему? Кстати, когда мы ехали вокруг света на Уралах, датчик, там был механик Владимир Сайгаков, он тоже отказался от этой идеи. А в чем причина? А потому что в пустыне нам там ставь, не ставь, там просто надо постоянно охлаждать. Нужно чувствовать, мы там чувствуем, мотоцикл начинаем, я не знаю. Ну, конечно, идея хорошая, идея хорошая. Замечательно, главное, вот как действительно правильно было сказано, она легко воплотима и стоит копеек. А с другой стороны, как говорится, чувство это чувство, а здесь есть точный прибор, который вам дает точную информацию. А вот еще идея с баком. Вот у вас проблем не было никогда, чтобы там горючее не знали, есть оно, нет, то есть с этим все в порядке. Дело в том, что у нас все запасы имеют, мы уже знаем, насколько прожорили мотоцикл, и всегда нужно брать лишнее с собой в пустыне. Ну и что касается уже бортового электропитания, вот этот амперметр, насколько он нужен? Потому что, я так понимаю, в пустыне вот в таких условиях с толкача завести такой мотоцикл практически невозможно. То есть если сел... Почему? Можно? Можно? Я смотрю, в четвером толкайте по песке. Мы толкаем, выталкиваем с песка. Это мягкие, просто бывают такие полосы вязкого песка, рыхлого песка. Вот километр толкаем. А бывают очень даже жесткие, попадаются такие эргии, такие твердые. То есть нужно научиться ехать по пескам. Опыт постепенно приходит, и проходим пески. Я предлагаю вам не скидывать со счетов вот эти советы, потому что они очень полезные. Он напомнил, это хорошо, человек напомнил, это хорошо. Конечно. И у нас еще один звоночек. Здравствуйте, представьтесь, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Меня Денис зовут. У меня тоже планетка пятая была. Ну, довольно интересный мотоцикл. Ну, и мы внедрили туда зажигание от ВАЗ-2108, бесконтактное. А, то есть у вас с кнопочки все запускалось, да? Нет, с кнопочки это называется стартер. Да, простите, конечно, да, простите. А это бесконтактное зажигание просто, не кабачковое зажигание ставили, а бесконтактное. То есть там датчик хола, пластинка стоит, место контактов. И идет дальше, ну, по цепи идет на коммутатор, на восьмерочную катушечку сами ставили и свечка. В принципе, довольно устойчивая, более устойчивая работа двигателя. То есть, наверное, еще в ситуации, когда песок постоянный, возможно, оно работало бы лучше, да, это зажигание? Гораздо лучше, конечно. Там бесконтактов, бессилы. Да. В электронном уровне. Спасибо вам большое за совет, ребят. Ну, вот действительно. Ну, как раз вот несколько дней назад новый механик с этой идеей тоже пришел. Единственное, что ему надо подсказать восьмерочную. Ну, конечно, это наше российское запасение. Хотел бесконтактный поставить, да, это будет правильно использовать. Ну, вот восьмерка готова уже в вариант решения. Нам пришел вопрос. Так, Владимирской области, опять человек не представился. Не хотели бы вы попробовать на мотоцикле Сова? И что думаете об этом мотоцикле, ребят? Сова. Слабоватый. 250 кубиков и 250, по-моему, Сова идет, да? Почему? Вполне возможно использовать квадроциклы. Насколько я знаю, сейчас, это же ЗИТ-завод, бывший коровец. Сейчас там делают квадроциклы. У нас есть идеи в будущем использовать их в тяжелых условиях. Мы к этому еще, может быть, вернемся. Ну, сколько я знаю, там сейчас они делают совместно с Лифаном, по-моему. То есть, китайские комплектующие. Китайские комплектующие. Возможно, хотя мы зарекаемся, вроде на нашу технику уже больше никогда не садится. Но кто знает. Идеи сейчас впереди еще есть тоже такие. Если будет завод помогать как-то, будет финансировать, то можно попробовать. У нас есть новые маршруты. Мы пока не будем озвучить, где это. Но это уже совсем другое. То, чего до этого не было. А у нас еще один звонок. Здравствуйте, представьте, вы в эфире. Здравствуйте, Максим Рязан. Вот я хотел бы задать гостям программу вашей вопросик такой. Может быть, они слышали точно, не знаю. Слышал, что умельцы какие-то переделывают вот Уралы в дизеля. Или есть вообще дизель или мотоциклы. Слышали они что-нибудь об этом? Именно для путешествий, тяжелые дорожные мотоциклы или эндуро, вы что имеете в виду? Нет, вот вообще я слышал, вот Уралы переделывают в дизеля какие-то умельцы. Я не знаю, точно ли это, и вообще есть ли дизельные мотоциклы вообще. Вот такой вопрос. Сложный вопрос. Спасибо большое, сложно. Ребят, я не в курсе, если честно. Дизельный мотоцикл. Я не слышал. То, что дизельным топливом заправляли мотоциклы, когда мы ехали по Бразилии, в Глухомане, в Амазонии. Уралы, да? Нет, там подъехал какой-то Орел на мотоцикле, слабенький достаточно, 200 кубиков, и дизельным топливом при нас заливал. Мы, конечно, не решили свои заливать, но такой случай был. А вот то, чтобы Урал это сделал дизельным, такому не слышали. А вообще, как с горючим? То есть, вы едете, что приходится лить в мотоциклы? Понятно, что наша техника, она всеядная. Вот, судя по кругосветке, там, в Уралы, где вы только не заправляли, и неизвестно что. Что вот здесь, в пустынях, в арабских странах? Как с горючим? Что предлагают заправка, то и вливаем. Бывает, что из заправки нет. Кроме дизеля, действительно, нет ничего. На дизель наши не поедут. Но есть рядом с сарайчиках всегда какие-то цистерны с ужасным бензином, и приходится его заливать и ехать. Ну, конечно, мотоциклы страдают от этого, моторы ревут. Это проблемы, да. В топливом бывает проблемы. В отсталых странах. Мы, когда ехали еще в рамках Угосветкина на Урал, мы попали в страну, где нет ни еды, ни бензина, и была проблема. И все, после войны как раз, только ели... Они только оклемались после войны с Эритрией, и там все ходили с автоматами, с ружьями, раздетые почти в одной повязке, но на плече винтовка висит. Ну, у кого ружье, то ты прав, это понятно. У нас еще один звоночек. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Алло, алло. Да-да-да, представьтесь, пожалуйста. Волода, Сергей. Очень приятно. Я хочу посоветовать, по планете еще можно охлаждение поставить. Так, а пример уже сделали? Уже сделали. Ну, сейчас мы расспросим ребят, каким образом сделали охлаждение. Спасибо за совет. Ребят, есть охлаждение на мотоцикле? Ну, новые идут уже. Юпитер. Юпитер идут, а на планету нет охлаждения. Пока на заводе, в серийном производстве, насколько мы знаем, нет. Да, ну вот вам советую поставить. Вы об этом думали? Потому что пустыня, ну, действительно. Дело в том, что мы, когда, мы же сначала хотели ехать на Иш-Самсонах, это такие несерийные мотовездеходы. Мы когда-то приходили к вам, рассказывали, а мы проехали на этих Иш-Самсонах, там на них стоят моторы от Юпитера. Сам по себе мотоцикл Юпитер, но только с большими колесами, там раздатка у них стоит такая достаточно серьезная. Но они тоже оказались ненадежными. Мы проехали на них по дну Аральского моря, по присохшему, по платоу Стюрты и пересекли Козелкум. В результате один мотоцикл пришлось везти, потом вывозить из пустыни. Чабанов, простите, они ввозили на машине, помогли нам. А на одном мы все-таки пересекли пустыню Козелкум. Доехали до конца. Но в суть в чем, эти текут, ненадежно все, непродуманно все. У нас все на заводе, они были не серийные, может быть, еще поэтому. Но, во всяком случае, подсекало. Хорошо, что взяли с собой три радиатора, пришлось менять в пустыне. То есть вы уже с радиаторами нахлебались? Почему мы еще выбрали из планеты? Можно было бы взять Юпитера с водяным охлаждением, можно было бы до пустыни, но почему не взяли? Из Юпитера, они два цилиндра, во-первых, лишняя проблема, лишняя регулировка. Мы выбрали простоту. Планета все-таки простой, один цилиндр, никакого не надо водяного охлаждения. На японском, я понимаю, на европейском мотоцикле можно ехать. Там все будет работать, система. У нас же система эта еще вся не продумана. То есть вы заранее готовились к тому, что придется в них копаться, и копаться в непростых условиях? Лишняя проблема только еще. Вот такой вопрос. Теперь движок перебираете с завязанными глазами планеты? Мы на самом деле не перебираем. Мы принимаем участие только в этом. А механик, вот у нас был до этого Алексей Исайнов, он молодец, конечно, терпеливо делал свое дело. Он с улыбкой старался, даже полдня ремонтирует, но он никогда не раздражался, не нервничал, доделал свое дело до конца. Нет нареканий, конечно, человек хорошо справлялся со своим делом. Я думаю, теперь все любители ежи могут на самом деле поискать вашего механика в интернете, Алексея Исайнова, потому что я думаю, он уже съел собаку на этих мотоциклах. Если какие-то проблемы или идеи, то можно просто с ним как-то связаться и обсудить эти вопросы. Я еще раз напомню, что сегодня у нас работает интерактив, к нам поступают СМС-вопросы. Для того, чтобы позвонить в прямой эфир, вы просто можете набрать код Москвы, набрать 617-95-55, вот звоните к нам в студию. А для того, чтобы прислать свой СМС-вопрос, внимание, кстати, услуга платная, нужно набрать следующее сообщение. АП, пробел и текст вопроса выслать на номер. В России 5577, Украине 4647, и если вы звоните из Казахстана, 7099. Мы тут же получим ваши вопросы и освучим их в эфире. Ну вот у нас еще несколько вопросов, я как раз готовился к тому, чтобы их озвучить. Значит, Волгоградская область спрашивает, опять же, без имени, какие дальнейшие планы, когда продолжение экспедиции, и будут ли проданы мотоциклы с аукциона, почему-то такой вопрос. Да, что происходит с техникой? Интересно, конечно. В начале января мы отправляемся в Судан, чтобы следовать дальше. через Западную Африку, то есть через Сахару. Самый сложный кусок, или как вы оцениваете его? Да, вообще вопрос такой, не бывает, как-то все одинаковое. Главное, как настроишься. То есть, настрой команды, да? У вас уже будет меньше. У нас сейчас Сергей Муравицкий, человек, участвует с нами, парень. Он никогда в длительные поездки не ездил. Тоже неизвестно, как он будет вести себя, конечно. Потому что месяц-два спать в палатке, не мыться, неделями с собственным потом умываться. Еда там тоже, конечно, не пошагуешь. Ну, это понятно. Ну, и посмотрим. Человек, вроде так, привыкший к трудностям жизни. Понятно. А так, вопрос еще возник по пустыне. Какие будут дальнейшие планы? 10 января где-то. Ну да, вы старайтесь. Если Бог даст, то мы вылетаем в Судан, в Хартуму. И уже... А потом, после того, как закончим, все-таки мы на какое-то время мотоциклы оставим в стране. Наш учитель Федор Конихов, путешественник такой российский. Да, естественно, конечно же. Мы с ним встречались недавно. Он сказал, ребята, давайте сжигайте мотоциклы, надо вам переходить на океан. Ну, это он категоричный. Я думаю, сейчас все эфиры будут завалены звонками. Точнее, все зрители будут звонить, потому что у нас, конечно же, автомобильный канал, а ветер, парус, это не к нам. А что же, у нас есть звоночек. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Михаил, Кировская область. Очень приятно. Я вот хотел посоветовать ребятам, так как они используют мотоциклы в таких тяжелых условиях в пустыне, значит, раньше производились у нас инвалидные машины. Так. В них использовался этот же мотор от планеты и с воздушным охлаждением. То есть крышка боковая со стороны текстартера полностью подходит, можно переставить, и там идет воздушный обдув, и можно использовать тяжелых условиях. Ну, вы слышали, ребята уже сказали, что боятся вот этих теч из радиатора, и жидкости-то с собой нет. Нет, нет, нет. Не он про воздушные. Там нет, как бы, не водное охлаждение, как вот сейчас, вот тут на Юпитерах, а именно воздушное. А, воздушное. Стоит крыльчатка, и идет воздушный обдув на цилиндров. Я понял, я понял, да. Спасибо большое за идею. Я теперь понял, о чем речь сразу не сообразил. Есть еще подумать. Надо обсудить. То есть это принудительное воздушное охлаждение, крыльчатка. Надо обсудить. Хорошо. Ну, как вы думаете, это, наверное, слишком усложнит систему или нет? Надо поговорить, надо подумать. Может быть, действительно, все-таки как-то облегчит нам. Потому что это жарко. То есть перегрев – это проблема. Конечно, проблема – большая проблема. Мы стоим просто в пути. Это приходится стоять. Тем более, если это от этой инвалидки, от нашей старой, запчасти можно наверняка найти, опять же, поснимать с машин, с этих, которые еще где-то попадаются. И, возможно, это было такое инженерное решение, грамотное. Тем более, говорят, огромное большое спасибо за совет. Потому что, я так чувствую, мы сегодня в конце эфира вам соберем новую технику. Если собрать советы и пожелания. Вообще, все хорошие звонки. Да, у нас еще есть один вопрос. Почему? Есть у вас в команде девушки? Если нет, то почему? Кстати, да, вот в пустыне без женщины очень долго… Ну, тогда нужен целый караван тогда. Это будет целый караван? Ну, у нас же есть очень много девушек в России, которые занимаются мотокроссом. Есть каскадерши, которые, ну, такие железные барышни, которые, в принципе, я думаю, пески-то нипочем. Ну, если девушки, значит, если нас, значит, девушек должно быть четыре. А если будет одна, то и начнут ножи летать. Это пары полетят. То есть, раздор в команде. Именно поэтому. Ну, конечно. Как на спокойнее так. Хорошо, когда наши девушки ждут нас здесь дома, и мы с радостью к ним стремимся. Поэтому все-таки, наверное… Ну, у нас случай такой был. Повстречался между… Как раз мы только въехали в Судан, перед нами предстояло нам пересечь Нубийскую пустыню, а одна девушка австралийка, с Австралией, она ехала на велосипеде. То есть, тоже что-то через пустыню? Она нет, она через пустыню понятна. Впереди должна была у нее пустыня, предстояло ехать по пустыне, а она из Египта поехала, хотела путешествовать по Африке. А впереди ей предстояли пустыню. На велосипеде, и она так хотела к нам прилепиться, чтобы мы велосипед на коляску положили и ее взяли с собой. Но я объяснил, что все-таки это будет неправильно, если она поедет с нами. Я посоветовал ехать вдоль Нила, там чуть дольше получается, а через Нубийскую пустыню надо ехать прямо от Вадихальфа до Абухаммера. То есть, покороче. Да, ну и не покороче, но 40 километров где-то чуть больше, до ближайшей населенной пункты. Ну вот она села потом на грузовик, в результате она и доехала на грузовичках все-таки, потому что тяжело по песку. А, то есть вы ее после того, как послали, вы ее все-таки видели, она жива. Нет, мы переписывались, мы подружились, конечно, девушка хорошая, все понятно, но ехать, это лишний для нас был бы груз. Ребят, я просто сейчас на вас смотрю, но у вас уже опыт, да, на Уралах как Рок Света, но на ежах через пустыню все-таки в голове не укладывается, а тут еще девушка на велосипеде. Слава богу, по более простому маршруту. Но она одна была, я так понимаю. Ну да, но она потом написала, что она поехала все-таки по песку, по песку поехала, завязала в песке несколько раз, и она поняла, что лучше ей погрузиться и правильно сделала, потому что по песку на велосипеде ехать тяжело и незачем. Ну зачем? Вы не рассматривали людей поехать на велосипедах, Ну это только, по пустыне больше надо придется ввести все-таки велосипед, потому что если песок вязкий, то на мутации как-то можно там пригазануть и проскочить. Да, понятно. Ну ты ишь вообще, езда на колясочнике подразумевает это постоянно быть в гармонии с мотоциклом. Нужно спрыгивать. Если вдвоем едешь, второй человек должен себя чувствовать, когда нужно спрыгнуть, подтолкнуть. А чемодан, если поставить чемодан, я имею в виду человека, человек, который не слился с мотоциклом, ему будет, это будет обуза, это вообще, это будет стоп. Наверное, что-то вроде как у нас есть, до сих пор проходят чемпионаты по гонкам на мотоцикле с колясками, там вот человек, который сидит рядом, это просто, он и живой противовес, он и толкает. Конечно, это постоянная работа. Кстати, Паша, вернемся опять к твоему вопросу. Ты спросил, говоришь, тренируемся, а мы нет. Да, мы тренируемся, должна быть форма физическая. Мы для этого сейчас отправляемся в полупустыню Казахстана, и там будем совершать марафоны через пустыню, для того, чтобы набрать форму, чтобы мы могли толкать, реально толкать, а не за мотоциклом бежать. У нас был случай такой, мы когда пересекали на Уралах еще в рамках Казахстана, все пустыни австралийские с юга на север, полностью континент, пересекли по бездорожью. С нами был видеооператор, хороший парень, терпеливый, высокий, но у него не было формы, нужной формы. И вот когда он с машиной, с поддержкой, у нас был грузовик, небольшой бензин, потому что 2000 литров воды и бензина приходилось везти, он с машины вылез и решил со мной прокатиться в коляску. Мы сели, и он поехал, я говорю, так, мы на бархан заскакиваем, я говорю, Андрей, приготовься, сейчас спрыгнем, сейчас будем на бархан его затаскивать. Он на один бархан кое-как затащил, на второй, потом он говорит, Сергей, останови, остановится, там в куст нашел, заполз и лежит, и не может, он 15 лежал. Вот важное, хорошее дыхание имеет поставленное, чтобы можно было между барханами успевать отдыхать, восстанавливать дыхание, и на следующем уже затаскивать мотоцикл. По этой специфике. Понятно. К тренировкам. У нас есть еще один звонок, здравствуйте, задавайте свой вопрос, вы в эфире. Здравствуйте, зовут меня Михаил. Очень приятно. У меня была планета 5, и вот у вас полпланоки по электронному зареганию. Мы делали от восхода электронное зажигание, там перетачивается шайба, она крепится к картеру двигателя, выстанавливается статор вместе со всем электронным зажиганием, там, да, это, идет реле, вот от восхода, катушка зажигания от восхода. Ну, единственное, что свет хуже включается. А так все работает? Да. Надежнее, да? Лучше. Сколько вы на такой планете вот с этим зажиганием прошли, то есть она жива до сих пор или как? Ну, она жива как-то. То есть все работает? Три сезона без проблем. Три сезона без проблем. Большое спасибо за совет. Ну, вот еще один вариант, пожалуйста. Надо обсуждать уже, да, надо обсуждать. То есть уже есть варианты. Ну, предлагаю вернуться к нашему разговору, и раз уж мы уже не первый раз вспоминаем кругосветку, у нас есть небольшой материал, который вы нам приносили год назад, когда завершили путешествие. Предлагаю сейчас посмотреть в студии именно фрагменты из той первой эпохальной экспедиции кругосветки на мотоциклах Урал. Года два, наверное, назад, да? Нет, год правильно пошел. Вот эти кадры. Что мы сейчас видим? Тоже пустыня? Это Судан. Тоже Судан. Это тоже Судан. То есть, в принципе, то, что вам предстоит, Сахара. Это да. Это только другой маршрут немножко. Это больше вдоль Нилы ехали. Ну, тяжелый Урал, тяжелый. На две ночи очень тяжело ехать. То есть, постоянно падения какие-то? Бывают падения, потому что пески так. А вот с коляской Урал очень хороший. Потому что привод на колесо. Но зря он ногой только занял. Это по неопытности еще. Потом опыт научил. Но он не выставляет. Ребят, я смотрю, вы едете без защиты. То есть, у вас ни панцирь, ни черепах, ни подлокотников. Жарко очень. 50-60 жары. 50-60. А на поверхности 80. Печет, пекло. Там не хотелось, конечно. Приходилось раздеваться. Ну, вот это уже какое-то побережье. Ну, это уже Танзания. Танзания, да. Это уже Танзания. Приехали в Танзанию. Индийский океан. Скажите, с Уралом проблем гораздо меньше, чем с Сжая? Ну, вот вода. Это проблема. Вода всегда. Воду прямо так пьем. Отстойно из Нила. А это Кения. Это бездорожье. Это север Кения. Там плохие дороги. Там дорог практически нет. Специфика. Вот бездорожье и песке. Нужна другая резина, другая техника пилотирования. Или все, в принципе, похоже. Ко всему привыкаешь. Ко всему привыкаешь. Саша правильно сказал, что привыкаешь. Чувствуешь мотоцикл уже. Бедный механик. Володя Сайгашов. Здесь грязи. Постоянно. На Урале не очень-то постоянно. Это асфальт. Прекрасно. В асфальт-то хорошо, конечно. Не скучайте именно по Уралу. Вот сейчас едете на ежах. И вот именно по той технике. По тяжелому мотоциклу, которой мощности хватает. Я немного скучал. Были моменты? На ежи скучаем. На ежи скучаем. Из-за того, что у вас было всего лишь несколько человек, вот трое, я так понимаю, сейчас едут по маршруту. Вот сейчас пятером было веселее? Или все-таки чем меньше народу, тем лучше? Однозначно, Паша. Чем меньше людей, тем лучше. Почему? Потому что... Это бензин, да? Да. Из бочки какой-то непонятной. Нам Эфиопа. Нашли мы все-таки там. А у них церкви православные. Вот это церковь православная. Коптские. Коптские церкви, да? Очень интересно. Бананы. Кроме бананов там не помогает. Ну, вот так этот момент, когда могут мотоцикл просто растащить на сувениры, я так понимаю. Могут, могут. Только следи за ними. Они там готовы дать, действительно, могут разобрать. Володя Значков прихватил с собой каких-то пионерских, коммунистических. У него залежи были, и он всем раздавал. Посвящал комсомолу. Вот он всем вручает. Посвящает их комсомольцам. Ну, насколько я понимаю, что в пустыне все-таки проще. В том плане, что нет людей. На вас там никто особо не нападет, потому что населенных пунктов нет. Ну, был случай такой. Мы в Кении, когда ехали по пустыне Чалби, едем, смоем, два автоматчика бегут. А мы не знали, что это опасный район. Там всех путешественников грабят. Мы же не знали, поэтому остановились. У них патронтаж такой, как вот буденовцы. Они попросили нас воды и еды. Мы были, Саша от нас отстал на мотоцикле. Мы поделились, там лепешки дали. И тут резко Саня подъезжает на Урале тоже. Они как-то так насторожились. Скажут, наверное, там еще идут. Сейчас еще третий, четвертый едет. И как-то так быстренько удалились. Вот это красные пески, это уже, я так понимаю, Австралия. Да, это единственная пустыня. Это Виктория пустыня. Скажите, вот этот пустынный опыт, в частности, австралийский, он сейчас как-то сказывается, пригодился вам? Да, конечно. Да, колеса спускать надо обязательно. Вот если кто-то по бездорожью... Ну, парни, кто по бездорожью ездит, они, наверное, понимают, что надо всегда спустить покрышечки. 0,5 мы делаем, 0,5 давление, и уже ехать можно. Но возникает проблема проворачивания покрышки. Для этого надо башмаки специально ставить или шурупчиками где-то... По краям, да? Да, к ободу. Закрепить, чтобы покрышки не сползало. Опыт связан со шрамами, поэтому... У Саня две руки сломаны, две ключицы. Конечно же, становишься опытнее, уже знаешь, где повернуть, где скорость сбавить. Это именно падение в Австралии, насколько я знаю, было? Да, вот такое сложное. Ну что же, очень интересно. Продолжают поступать вопросы. Вопрос про страховку. Вот я сначала подумал, что это с предыдущего эфира, потому что у нас был разговор про страхование. Но нет, вот спрашивают, вы вообще застрахованы, когда едете? То есть, если что случится, я так понимаю, смысл в этом. Из Кировской области Владимир спрашивает. Какая помощь может к вам прийти? У вас есть навигация, спутниковая связь или вот что-то еще? Как люди понимают, кто следит за вами из Москвы, из России, где вы находитесь и что с вами? Ну, раньше мы по неопытости, конечно, страховку не брали. В последнее время, только совсем недавно, стали уже задумываться над этим. Но в чем сложность? В том, что когда страховые компании, не все связываются с нами. У вас уже, наверное, знают в лицо, просто когда вы приходите страховаться, у них уже сразу возникает мысль, что... Не страхуют на большие суммы, не страхуют от несчастных случаев. Страхуют, если в случае здоровья, что не случится, проблема будет с здоровьем, тогда страхуют на большие суммы. А вот от несчастных случаев понимают, что у нас высока вероятность несчастных случаев. Поэтому максимум, где-то нас военная страховая компания застраховала на 5000 евро. Это сумма небольшая. Вдруг придется эвакуировать из пустыни. Из океана мы делали страховку для того, что нам предстоит впереди перегрести океан на грибной лодке. Да, через низкий океан. Рано зажили уже почти, можно сказать. Ждали, пока у Саши ключится, восстановится всё это, чтобы идти через океан через низкий. Там же приходится грести, постоянно нагрузка. То есть, тем не менее, какая-то связь с внешним миром и страховка есть. Если что-то случится, вас эвакуируют. Обязательно. Вот сказку все смотрели, наверное, и читали. Кощей Бессмертный, он же о своей жизни заботился. У него на конечке, на конце иголочки, а иголочка в яички, яички там на дереве. И приходится много упаковок разных. Так и у нас. Должен быть спутниковый телефон, у нас должен быть GPS, чтобы не сбудиться. Если GPS сломался, у нас будет второй достать надо. Батарейки в запасе должны быть, карты обязательно, аптечка. И даже уже сейчас берём с собой иглы, чтобы можно было рану зашить. Специальные шины берём. Шины, чтобы можно было не просто искать палку, как вот в Австралии у Саня проблема была с ключицей. Не знали, как ему шину делать. Бумеранг, был бумеранг. Вот за бумеранг ему закрепили и сделали. А для этого сейчас мы берём шину уже специальную, медицинскую, чтобы можно было руку там... Ну очень надеюсь, что всё-таки все эти вещи вам не пригодятся. Или пригодятся в такие необходимые мелочи, как там GPS и прочее. Тем не менее, что порекомендуется тем, кто собирается? Вот набор автопутешественника, который едет дальнюю дорогу на мотоцикле, что нужно с собой взять в первую очередь? Вот если касается списка вещей, то это можно зайти на наш сайт, на наш сайт, синельники.ру набрать, и там будет внизу советы путешественника. Там большой ущий список вещей, которые необходимы. То есть уже из прошлых экспедиций, это весь накоплен опыт там есть. Да, можно зайти на mototravel.info, ещё это украинский сайт есть. Туда можно зайти, там тоже мы советы скинули. Ну а самый главный совет всё-таки – это большое желание, энтузиазм и желание. А когда есть большое желание, энтузиазм, тогда можно только пробить все бетонные стены нашего прагматического мира, прагматического мира, где всё живут совсем по другим законам. И только имея большой энтузиазм, можно не упасть духом. Процитирую великого полярника Амундсона, он сказал так. Что труднее организовать экспедицию, чем её осуществить. Ну правильно, так и получается. Нужно найти средства, нужно найти тысячи мелочей, тысячи проблем нужно решить. И это всё преодолимо, если есть желание большое. Ребята, скажите, такой вопрос сразу уже, ну без подвоха что ли. Вот вы профессиональные путешественники, или у вас всё-таки есть какое-то, как вы считаете, свое другое какое-то призвание. Не просто путешествовать, потому что на вас весь мир смотрит, вся страна. Двое ребят просто захотели, я вспоминаю вашу кругосветку начало, у вас не было там ни спонсоров, никого, просто сели и поехали. Да, было дело, да. Сейчас вы уже известны, у вас там спонсор, вас поддержка. Или всё-таки у вас есть какая-то основная работа, или какое-то призвание, чем вы хотели бы в дальнейшем заниматься. Вот что касается сейчас путешествий. Сейчас стало модно, надо тоже сразу это всё как-то расставить. Сейчас стало модно страны накапливать. Я так смотрю, люди стали уезжать. Границы открыли, сейчас все... Ну да, у нас каждый второй путешественник сейчас, кто в имени зарабатывает нормально, путешественник в принципе. Ну, как правило, человек заработал деньги какие-то, уехал на недельки-две, ему там стараются организовать, всё где-то за границей, примут, встретят, прокатят и отправят. На руках принесут там, где надо. Где надо, да. Где-то поднимут на какую-нибудь там... На вершину там можно. На вершину, конечно, сложно. Даже если и с Шерпин, там всё равно надо подниматься. Вопрос в деньгах, мне кажется. А что касается призвания, да, всё-таки да, мы чувствуем призвание, потому что с детства это всё. Мы были больны с детства, с детства уходили в степи, в леса, там ночевать, даже оставались, не хотели жить где-то во дворе гулять. Так что, конечно, мне кажется, человек должен чувствовать своё призвание. У каждого своё призвание. Я не хочу сказать, что вот это правильно, это как сейчас модное слово, такое крутое, не совсем хорошее слово, но сейчас я его всегда употребляю, оно уместно будет. А вот то не крутое, каждый человек занят своим делом. Бывает, что человек, кажется, незаметным киноделом занимается, но у него своя вершина, свой веезд. Он где-нибудь сидит, инженер какой-нибудь там что-нибудь изучает, придумывает, или какой-нибудь врач жизни спасает. Землепашец. Землепашец, хлеб, хлеб даёт людям. Вот это, я не понимаю, вот это круто, да, хлеб выращивать. Вот это я понимаю. А сейчас как-то всё сместилось, сейчас работать люди не хотят, сейчас хочется, сейчас каждый человек хочет там что-то... Нет, вы здесь вернуться к вам. Вот у вас это, вы профессиональные путешественники, это как бы работа, или всё-таки у вас... Это основной путь, мы сказали, это основной жизненный путь. Не будь пути этого, я бы не пошёл учиться в Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Вот именно там, на дороге, я понял, что надо именно возвращаться к нашим традициям, обычаям, православным, русским традициям, потому что без традиций, без обычаев. Я смотрел, как живут народы другие. И в некоторых народах, вот где сохранилась традиция, обычая, они же... там люди, общество более здоровое. Вот если мы не вернём... Даже если это бедные какие-то страны, всё равно, да? Да, они рады, они залезли на пальму, финики, если поели, там, несчастливые. То есть именно речь сейчас о человеческом счастье каком-то таком, да? Да-да-да. И вот именно на чужбине понимаешь, что на многие вопросы отвечаешь, на многие. И вот Саня, он художник, Саша, художник, он пишет картины... Путнищего художника. Но если бы он не ходил в походы, он бы не писал картины. Да, не принёс бы столько сюжетов, наверное. Я бы не пошёл в университет учиться. Я впереди понимаю, что мне надо отставить православный вклад какой-то внести в возрождение, традиции. Каждый из нас должен сейчас какой-то вклад внести в возрождение России, Родины. Ну, действительно, тот склад, который вы делаете, именно из-за того, что вы едете на отечественных мотоциклах, стараетесь всё-таки продвигать нашего производителя, который, как вы говорите, техника не очень надёжна. Тем не менее, вы это делаете. Огромное вам, конечно, за это спасибо. Да, спасибо, конечно, за оценку. Но мне кажется, что это неблагодарное. Просто на энтузиазме как-то всё это держится, на энтузиазме. Потому что и наши производители, они сами умирают и не помогают. И приходится как-то тоже находить средства, чтобы осуществить всё-таки задуманное. Ну, вот, как вам уже рекомендовал Фёдор Кунюхов, сжечь мотоциклы. Это, конечно, не выход. Не выход, конечно. А вы, надеюсь, конечно, не собираетесь этого делать. Какие ещё, возможно, планы? Вот будут пройдены пустыни, их осталось немного, насколько я понимаю. Осталось три пустыни. Надеюсь, что это будет Сахара с востока на запад. Но не исключается, что мы повернём на юг, потому что Дарфур там закрыто всё, и нам российское посольство едва ли поможет. Потому что кто в пожар отправит людей сгорать? Поэтому, возможно, мы спустимся на юг и пересечём в Кении пустыню Чалби. Это где-то около 700 километров, 500 бездорожья получится. Далее мы спускаемся и в Ботсване, это будет Калахари, тоже достаточно матёрая, серьёзная пустыня. И уже в Намибии, Намиб пустыня. До этого мы проезжали этим маршрутом, но мы ехали, всё-таки старались в пески не ссуваться на Уралах. У нас была другая задача, а сейчас у нас всё-таки больше углублённая, углубится в пустыню, пересечь пустыню. Вот у нас ещё пришло несколько вопросов технического плана Санкт-Петербурга. Устанавливали вы на Урал стартёр и какой? И ещё вопрос на Новгородской области. Ваше мнение, на каком уровне сейчас находится Россия по производству мотоциклов, мототехники? Вот по поводу этих вопросов. Стартёр уже был на наших мотоциклах. На Урал. Я имею в виду про планету. На планетах серийной модели нет, и мы как бы взяли их с завода, только подтянули, всё подправили. Ничего не стали усложнять. Не стали усложнять. Ну, а вообще о мото-производстве уже понятно, да? То есть, отечественное. Понятно, что мы сейчас тоже часто задают вопрос, а вот как Урал, хорошая техника? Ну, не надо говорить, что это наша такая техника, вот такая прекрасная. Конечно, если сравнить её с японской, наша отстаёт. Стыдно было так, где-нибудь в Соединённых Штатах Америки поехали на Урале, где-нибудь на стаффоре остановишься и нейтральную, и там минуту три ищешь. А тут парни на Харлеях катаются, нет проблем никаких для них. Конечно, обидно, что у нас... Но надо сказать, что всё-таки Ирбитский мотоциклетный завод, они не стоят на месте. Они сейчас задумались о качестве. А почему задумались? А потому что им приходится работать сейчас больше на внешний рынок, а не на внутренний. Цены задрали на Уралы, и теперь внутри никто не покупает мотоциклы Уралы. Единицы покупают. А за границей, в Соединённых Штатах Америки, там охотно покупают Уралы. Пять тысяч долларов, для них это нормальная цена. Они берут их как конструктор. Это же ретро, это же с коляской, там такого нет уже. И они своё что-то создают. От Харлея какие-то детали ставят. И получается, что у них там свой какой-то аппарат. Поэтому, конечно, им интересно сейчас работать над качеством. Качество улучшается. А каким образом? Потому что они стараются сейчас детали хорошие заказывать из-за границы. Ставят японский карбюратор. Раньше были большие проблемы с карбюратором, когда мы ехали на Уралах. А потом уже последний этап в Австралии. Они нам экспериментально забросили. Говорят, ребята, поставьте японский краб, генератор. И давайте посмотрим, как он. Мы испытали его по пустыне. В Виктории, в Гипсоне, большой печеный. Оказалось, он очень хорошо работает. Не подвёл. И теперь уже эти генераторы стоят на мотоциклах. И проблем нет. А раньше мешок с собой возили. Понятно. Ну что же, у нас осталась буквально минута до конца эфира. Я приношу сразу извинения, что не успеваю прочесть все сообщения, которые к нам пришли на наш смс-портал. Вы можете как-нибудь задать эти вопросы на сайте, обратиться к ребятам. То есть все контакты, конечно же, можно найти и на нашем сайте, и на сайте ребят. Синельники.ру Что ж, остается пожелать вам удачи. Потому что впереди очень три сложные пустыни. И главное еще и океанский большой проект. Грибная лодка. Спасибо большое. Поэтому большое спасибо. Надеемся, вас снова увидите в гостях у нас в эфире программы «Попутчик». Уже с новыми результатами, с новыми пройденными пустынями и с новыми интересными рассказами и сюжетами. Даст Бог. Ну что же, это была программа «Попутчик». Я ведущий Павел Федоров. До встречи завтра в это же время на канале «Автоплюс». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok